здравствуйте дорогие друзья с вами я татьяна дугельная и программа начни с себя именно в этой программе я вдохновляю вас любить жизнь жить в изобилии процветание и всегда быть в достатке именно сегодня тема нашей программы метафизика изобилие и богатство что такое метафизика это нечто находящиеся за пределами науки нечто некое учение о тонком соединении внутри вас энергий вселенского изобилия ваших психических способностей и прежде всего конечно же материализации ваших целей ваших желаний эта физика изобилия это удивительное направление современной науки которой мы точно знаем что у каждого человека достатки есть способности талантов возможности чтобы жить процветая жить действительно в достатке жить на полную силу а все почему а все потому что каждый из нас с вами создан по образу и подобию творца а это значит что мы с вами изначально богатые люди богатый такой как бог а значит мы силой своих мыслей своих убеждений своих пониманий что такое богатство можем сформировать у себя привычку быть богатыми и так давайте сейчас разберем каким образом богатство пронизывая такие сферы или такие направления нашей жизни как есть деньги или нет денег богатство достаток или недостаток так вот самое интересное что всегда с нами руководит мысль и в это знаете и когда мы говорим человеком и спрашиваем у него о деньгах то у богатого человека деньги всегда есть и у него на все случаи жизни есть один вопрос деньги есть их нужно только взять их надо где-то взять не где-то виртуально они где-то есть он точно знает богатый человек если они есть у него на банковском счету у него в сейфе или в принципе в пространстве есть деньги и тогда богатый человек ищет возможности как эти деньги взять бедный человек размышляет по-другому денег нет он это повторяет как мантру заученную на много много лет и деньги действительно уходят уходят куда к тому где деньги есть сожалению богатство денежное имена богатство во вселенной распределяется между людьми и богатыми и бедными и как оно распределяется чем больше людей верят что деньги есть тем более они процветающие они берут ответственность за свою жизнь на себя они создают рабочие места создают прекрасные компании и холдинги в которых работают другие люди но часто эти другие люди могут думать по-другому денег нет деньги есть только у верхушки этой пирамиды изобилия на самом деле у каждого из нас свой уровень потребностей уровень конечно же понимание достатка для кого-то достаточно иметь 100 долларов зарплаты в месяц а для кого-то 100 долларов это даже недостаточно чтобы купить футболку в каком-то магазине от кутюр понимаете о чем я у каждого из нас свои отношения с деньгами и сегодня я хочу вам рассказать о привычках богатых людей так вот в чем же состоят привычки богатых людей люди которые стремятся к изобилию и процветанию которые хотят носить достойный статус богатый человек или созданный по образу и подобию значит умеющим материализовать любые желания они работают ради цели и работают зарабатывают ради цели которые хотят осуществить они не думают категориями денег они думают образами они думают образами путешествий или образами создания новых рабочих мест или образами они мечтают о домах квартирах нарядах о чем-то конкретном осязаемом и поэтому деньги приходят на образ это очень важно понимать ведь один из законов вселенских законов денег гласит нельзя хотеть денег ради денег нужно хотеть достичь какой-то цели достичь какого-то результата и вот если вы будете думать именно так вы будете уже формировать первую и главную привычку богатых людей вы будете работать ради целей и значит вы будете наслаждаться своей работой следующие богатый человек всегда берет ответственность берет ответственность на себя за себя из-за других людей а значит он управляет созданием пространство которых деньги становятся просто средством средством реализации его целей почему так важно брать на себя ответственность а все очень просто ответственность напрямую связано с определенной финансовой воронкой который вы можете как засасывать себя денежный поток если у вас маленькая трубочка без ответственности вот такая малюсенькая которая пронизывает вас энергетическая трубочка вы и не будете брать ответственность воскресение это опасно я лучше вот здесь на этой зарплате вот здесь по найму посижу выполню все точно по инструкции никакого креатива никакой самодеятельности никакой инициативы что делают богатые люди они расширяют эту воронку они говорят вот в этой воронке куча возможностей я выхожу из своей зоны комфорта и еще другие новые способы представить себя как профессионала свой продукт который я произвожу для рынка чтобы больше количества людей обо мне узнали так вот богатые люди создают эти воронки воронки возможностей и туда попадают естественно денежные энергии следующая следующая привычка богатых людей богатые люди ценят каждую минуту своего времени для них время это ресурс это способность поменять время на возможности и на реализацию своих каких-то целей поэтому всегда богатый человек учится взаимодействовать с временем он не опаздывает он ценит каждую минуту как своего времени так и времени своего партнера он умеет действительно достойно работать и достойно отдыхать он умеет балансировать свое время распределять его по приоритетам богатый человек всегда живет только посредством он не создает кредитных и долговых обязательств если не знает стопроцентно как он и будет отдавать он никогда не погружает себя долговые ямы как делают это бедные люди он распределяет свои деньги которые зарабатывают очень разумно бережливо целенаправленно он не разбрасывается направо и налево хотя проявляет щедрость потому что знают что щедрость это залог богатства процветания и изобилия но просто какие-то спонтанные траты ну например наш апоголизм для того чтобы на то что чтобы поднять свое настроение он так деньги не тратит как делают это бедные люди и конечно же как он поднимает свое настроение не идет магазин покупая себе вещи нужные и ненужные чтобы поднять настроение а наоборот идет занимается своим хобби развивает свои таланты отдыхает общается с позитивными людьми то есть он подпитывается энергией из тех источников энергии и среды и источников которые его окружают это как природа как люди которые его окружают близкие родные и таким образом улучшает свое настроение богатый человек всегда занимается творчеством всегда потому что у него на это есть и способности и таланты которые он потом применяют в том числе и в бизнесе очень четко можно по вот этому критерию по вот этой привычки богатого человека и отличием от бедного человека сейчас увидеть куда вам нужно посмотреть так вот смотрите что богатые люди умеют радоваться достижением и успехом других людей они всегда глядя например на успешного или богатого другого человека скажут это огромный труд это труд над собой это труд для других это труд и они понимают что это за труд они уважают этот труд помните а бедные люди наоборот скептически к этому относятся критикуют и звят и негативно оценивают достижение других людей обесценивая таким образом эти достижения очень важно понимать что богатые люди уважают богатство и ценят это и понимают как достигаются это богатство и когда они достигают определенных реализации своих целей определенных высот они всегда это празднуют они это празднуют потому что праздник это показатель для вселенной вот у меня были возможности ты дала мне изобильная вселенная реализовать эти возможности и я своей радостью своим счастьем своим праздником возвращаю тебе энергию благодарности запомните пожалуйста что вселенная изобилия на тонком плане она резонирует только с вибрациями счастливых людей если вы несчастны унылы вы бедны духом вы будете бедны и материально очень важно понимать это и для этого богатые люди инвестируют постоянно свое развитие свое обучение в если им нужны коучи они идут на коучинг если им нужны психологи идут на психотерапию психокоррекцию они много читают они много медитируют они много работают над собой потому что то богатство которое они получают зарабатывая деньги она не сто процентов зависит от денежного потока деньги дают возможность просто в социуме увидеть и прочувствовать степень успешности и реализованности а истинное богатство находится на уровне духовном и богатые люди это осознают поэтому дорогие мои друзья дорогие наши зрители и слушатели я очень хочу чтобы вы почувствовали что вы живете во вселенной изобилия вселенная откликается на каждую вашу мысль на каждый ваш запрос если вы сегодня конкретно себе скажете сегодня я начинаю искоренять как ужасные сорняки своего сознания привычки бедных людей и начиная взращивать привычки богатых начните уже сейчас сделайте первое простое упражнение начните проявлять щедрость по отношению к тем людям которые больше нуждаются в чем-то нежели вы по сравнению с тем вы более богаты и вот тогда вы поймете когда вы помогаете кому-то подняться в это время вы поднимаетесь также рядом с вами появится другое окружение другие примеры вам придут возможности поменять работу поменять свое отношение и в конце концов поменять свою жизнь надеюсь что наша программа была для вас полезной мы делаем все для того чтобы вы осознали одну простую истину хотите изменить мир вокруг начните себя с вами была татьяна дугельная услышимся и увидимся ступ饭 просто 1933 22 23 24 25 이게